Ом Ти Ви Юэй про Головне. Нас опять пытаются шантажировать, вновь угрожают санкциями, которые, кстати, я думаю, они все равно будут вводить по мере укрепления суверенитета России и роста мощи наших вооруженных сил. Весь мир пытается убедить, что этот глубокий старик молодой человек. Ну на самом деле, понимаете, нет? Ну вот просто мы все должны быть дебилами, которые не понимают. Пожилой питерский отщепенец полностью утратил образ матчей и энергичного лидера. Сказывается долгое уединение в бункере, а также существование в тусовке блеклых политических чучел. Трудолюбие вообще это отдельный талант. Это не просто, извините, резиновая попа. Ну что вы несете, черт вас подери! Озабоченные политтехнологи начали гонять пациента, как вшивого по бане. Интенсивный ритм, имитация бурной политической деятельности, резонансное заявление, приправленное сортирным юморком, постоянное клеймление врагов режима. Такой алгоритм прописали пересиденту третьей свежести. Прошу вас отнестись к этому, с пониманием. С Путиным работают, как с пропащим куском мяса. Накалывают консервантами, моют формалином, чтобы сбить вонь от гниения. Приводят в товарный вид. А вось и такой лежалый товар купят. Путин искренне ненавидит молодежь, видя в ней носителей бунта и цветных революций. Для сокращения ее численности он запустил Z-движение и хочет с помощью войны еще сидеть в Кремле до гробовой доски. Давайте посчитаем. Я что, до столица, что ли, здесь буду сидеть? Нет, нет. Но с думалкой у Плешивого совсем плохо. И закрученные гайки может в любой момент сорвать. Путин уверен, что война приведет к укреплению РФ. И изнутри, и ее внешнеполитических позиций. Я считаю, что это пойдет только на пользу. Потому что все ненужное, вредное и все, что нам мешает идти вперед, будет отторгнуто. Мы будем набирать обороты, темпы развития. Если гутарить про дела внутренние, то консолидация вокруг деда уменьшается по мере ухудшения условной жизни от Москвы до самых окраин. Холодильник начинает вытеснять телевизор. Жуткие картины прозябания людей, низведенных до животного состояния в освобожденном, в кавычках, Мариуполе, не стимулируют рост авторитета узурпатора. Ведь никакой опоры русского мира или террористических квазиобразований ЛДНР нет нигде. То, как местные на оккупированных территориях регулярно выкорчевывают коллаборантов и взрывают штабы движения «Мы вместе с Россией», наглядно говорит само за себя. Здесь можно видеть, вот воронка находится за моей спиной. Если вы обратите внимание, это, собственно говоря, следы от взрыва. Вот разбитые стекла здесь и здесь. Это общественный штаб движения «Мы вместе с Россией». Как-то странно, что борзые патриоты Турчак, Кириенко, Кадыров сторонятся Мелитополя, не чувствуют себя в безопасности. Но волнуются зря. Все равно билеты на концерт Кобзона им всем выписаны. Идем дальше. Продолжаются западные поставки одной из сторон конфликта, а именно Киеву, киевскому режиму вооружения и военной техники. Но вы же знаете, когда за мир, тогда накачивают оружие. Путин снова взялся шантажировать мир голодом. Живя в своем сюрреалистическом мире, диктатор, развязавший войну, вдруг заявил, «Мы сделали все, чтобы украинское зерно было вывезено». Однако почему-то вдруг ему теперь это кажется минусом. По типу «Я тут решаю, кто будет есть, а кто умрет от голода». «Ну ладно, не хотите видеть в нашем лице друга и союзника, но зачем же делать из нас врага?» Вот сегодня надо приземлиться, вот осознать, на каком уровне находится Россия. Получаются проблемы внутри страны. Плохо работают Мишустин, Силуанов. И перекладывать с больной головы на здоровую просто не солидно даже. «Такого наворотили, что до сих пор икается под часом». «Время играет против России. Время не в нашу пользу». «Решать надо сейчас. Времени нет». Выяснив, что там еще готовилось биологическое оружие, которое испытывалось на добровольцах украинцах, это значит, а еще плюс к тому, что птицы, которых этим заражали, рассчитывалось, их траектория перелета через Россию, это абсолютно фашистская попытка истребления вообще славянского этноса, так такового. «Это отдельная тема, которая находится еще в проработке». Вообще, конечно, если на самом деле не гибли люди, то такой комедии масок не было, по-моему, давно. «Жахнем и ничего не будет». Я сейчас к жахнем вернусь. Да, мы должны быть счастливы. Правда, у молодежи к этому отношению счастье несколько иное. Мы дождались. Это и есть наш последний и решающий бой. У нас дразнить нельзя, что вот ты медведя можешь там, пока он это не замечает, потому что он спит в своей берлоге, и ты тычешь веткой, ты чеш, тычешь, а потом он проснулся и шарах вот так вот. Уверен в поддержке граждан России, всех патриотических сил страны. Патриот? Да. На что ты готов ради своей страны? Пойти воевать. И в случае всеобщей мобилизации тебя в числе первых... Нет, почему? Ну зачем мне это? Украинский солдат, я обращаюсь к тебе. Я Владимир Соловьев. Скажи мне, что ты забыл на земле Донбасса? Вот так это было. Я обращаюсь к господину Зеленскому. Если еще раз у мамы моей выбьют стекла, я иду на Киев с голыми руками. Наталья, морская пехота! Я сейчас сяду за руль. А ты улетишь отсюда! Не надо мне поддержки, мы разберемся сами. При встрече я издам очень громкий рык. Может, я и погибну, но я вырву тебе, кадык. Если я начну стрелять, я тебя стреляю, потому что у тебя ниже пояса! Надеюсь, и понял, что у тебя там? Братья, украинский народ, мне очень жаль, что вы не можете своим правительством так, как мы, гордиться. Ведь Зеленский уже ни на что не годится. Примыкайте к нам, примыкайте к России. Путин Владимир Владимирович, вас не обидит. Вот это цитата. Вашингтон объявят о новом пакете помощи Украине на 375 миллионов долларов. В пакет впервые войдут так называемые американские ФАБы. Ну, то есть авиабомбы AGM-154 JSAO для запуска СЭП-16. Ленский будет просить США помочь ему закрепиться в Курской области.